Я бы хотела спросить вас, да, вот банальный вопрос, который многие из вас слышали, да, насколько полный стакан? Понятно, сейчас оптимисты начинают первые кричать, он там практически полностью заполнен или заполнен больше, чем надо, или еще что-то в этом духе. Оптимисты всегда, они выскакивают первые, да. Следующие идут пессимисты. Да ну, еще можно доливать и доливать, да еще что-нибудь, как бы начинается вот эта философия, да, и реалисты уже в конце концов говорят какие-то ключевые фразы по типу «все нормально», «достаточно» или еще что-то в этом духе. Тем не менее, я подсмотрела, да, этот прием, как бы он очень остался у меня в голове на долгое время, это то, что на самом деле не очень важно, насколько полный этот стакан. Для меня как бы он вообще вроде бы сейчас не тяжелый, да, как бы могу держать, могу не держать, в общем, ну как бы никакого дискомфорта не вызывает. У маленького ребенка, например, наверное, это вызовет большие сложности. У мужчины с накачанными бицепсами, он вообще скажет, да что это за вес, как бы это плевок мне в голову и в лицо, да, дайте что-нибудь потяжелее. Но суть заключается в другом. Неважно, сколько полный или не полный стакан, в любом случае моя рука, рука мужчины с бицепсом или ребенка, она в какой-то момент устанет, да, это все зависит от того, насколько долго мы его держим, насколько мы не двигаемся монотонно, держим этот стакан или любой другой. Вот так, в принципе, и в жизни человека, да, и особенно профессиональной деятельностью. Чем дольше мы делаем, в принципе, то, что нам не доставляет удовольствие, чем больше монотонности, да, грубо говоря, в нашей жизни, с которой в определенный момент каждый из нас может справиться, да, и ребенок поднимет стакан, и силач поднимет стакан, но тем не менее будет какая-то точка, когда и ребенок, и силач скажут, не, все, как бы больше не могу, и рука трясется, как бы нервы сдают, начиная нервничать, хочется этот стакан швырнуть стенку подальше. Точно так же происходит и с нашей работой. Вы должны понимать, что каждый из нас, да, как бы разный, у каждого свои способности, знания, профессиональные навыки, сфера знакомства, обязанности семейные, да, не только на работе. И у каждого из нас своя точка вот кипения, свой предел. Вы должны аккуратно прислушиваться к себе и научиться слышать, вот когда уже рука вот-вот и начнет дрожать, да, когда уже пальчики устанут делать одно и то же, либо неважно, пускай не одно и то же, но устанут делать то, что они делают. Будьте внимательны к себе, потому что лучше свой организм, свое состояние, как эмоциональное, так и физическое, никто, кроме вас, не поймет и не услышит. И только от вас зависит, доведете ли вы себя, грубо говоря, до вот этой точки сгорания, либо же нет.